Ислам шаг за шагом О том, как нужно выполнять намаз, исполнять свои обязанности в путешествии в сафари В первую очередь, собравшись в путешествие, необходимо, и это побуждение пророка, завершить намаз из тихара и дуа из тихара Это испрашивание совету Всевышнего Аллаха Там мы просим у Всевышнего Аллаха, если это дело нам на благо, то просим у Всевышнего, чтобы он облегчил и помог в этом деле Если в этом деле нет блага, то мы просим Аллаха, чтобы он отвратил от нас это дело Совершив дуа и намаз из тихара, мы выбираем хорошую компанию, как завещал пророк Мухаммад, выходить в путешествие в окружении хороших, благих попутчиков И проверив свое транспортное средство, чтобы оно было исправным, мы готовимся к путешествию Путешествие, или Ас-Сефар, в исламе позиционируется как трудность И поэтому шриатам здесь идет ряд послаблений и облегчений Например, для путника можно не поститься и прервать свой даже обязательный пост А что касается молитвы, то Всевышний Аллах Курани говорит Для путника нет греха, если он будет сокращать свои молитвы Поэтому те молитвы, которые состоят из четырех ракеатов, их можно читать по два ракеата Например, Зухар намаз четыре ракеата Мы в путешествии читаем всего лишь два ракеата Также в путешествии не читаются суннат-молитвы, дополнительные равати-молитвы Известно, что прямое стояние, или Аль-Киям, является условием намаза Поэтому, если человек имеет возможность стоять, он никак не может читать намаз сидя Он просто у него будет не принят Но бывают ситуации, когда человек не может стоять, будучи в пути, когда он двигается Например, если он не может остановить автомобиль и прочитать намаз на земле Или, например, он летит на самолете Или двигается на автобусе, который не останавливается по требованию Итак, сейчас мы продемонстрируем, как необходимо читать намаз в таком положении Мы занимаем позу в сторону движения транспортного средства Определяем киблу Допустим, она у нас слева Мы поворачиваемся в сторону киблы Говорим такбир, Аллаху Акбар Складываем руки также на пояс И начинаем читать намаз Читаем суру Аль-Фатиха Маленькую суру, как в обычном намазе При руку, со словами такбир, мы делаем небольшой наклон вперед Сами Аллаху Лиман Хамеда выпрямляемся Для сажда нужно сделать максимальный наклон вниз Аллаху Акбар Субхарабля Аля Субхарабля Аля И небольшой подъем Это у нас сидение Опять Аллаху Акбар Субхарабля Аля Субхарабля Аля И таким же образом встаем, выпрямляемся Символизируя свое стоящее положение Так мы завершаем свою молитву таким образом Имея возможность остановиться Мы останавливаемся в удобном месте Собой берем коврик, дорожный коврик Который должен быть в каждой машине мусульмана Расстилаем его на чистом месте Заранее определив киблу Делаем намерение И читаем намаз Аллаху Акбар Если предварительно было взято омовение С мытьем ног А затем одеты кожаные носки То мусульманин имеет право В последующих омовениях Просто протирать свои носки Это будет заменять их мытье Для не путника Протирание возможно в течение одних суток А путник может протирать в течение трех суток И допустим, если мы сейчас взяли омовение для молитвы И хотим сделать протирание Мы просто с мокрыми руками проводим Либо по своим ботинкам Либо по своим носкам Таким вот образом Путником является тот Кто уехал от места своего проживания На расстояние более 85 километров Также по прибытию Если человек вознамерился Оставаться не на своей родине Не в своем доме Или в своем путешествии На срок более 15 дней Он перестает считаться путником И читает все намазы полностью Если же его путешествие Или его пребывание на месте Не на родине Будет менее 15 дней То он все эти дни Может совмещать Таким же образом, как мы показали И сокращать свои молитвы Путешествие, как было сказано ранее Это трудность И когда мы находимся в пути Нужно больше прославлять И поминать имя Всевышнего Аллаха А также больше обращаться к Нему с мольбами И одно из мест или моментов Когда Всевышний принимает наши мольбы Это будучи в путешествии Итак, мы прибыли на место Благодарим Всевышнего Аллаха За удачную поездку Всем вам благодатной дороги Джазакум лахер Ассаляму алейкум Ва рахматуллахи Ва баракат Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому